Всем огромный привет! Меня зовут Ирина. Я снова снимаю видео, как мы сходили в магазин. Да-да, мы снова купили много еды. Хотя мы сейчас пытаемся, стараемся, начинаем, не знаю, как сказать, еще экономить. Но, тем не менее, просто получается, что мы чаще стали посещать. Так что надо все пересмотреть свою политику. Но, тем не менее, расскажу. Итак, вы здесь видите бананы. Даже есть некоторые еще ценники. Раз уж начали мы про фрукты, вот еще купили две помидорки. Это я хочу сделать очень такую вкусную вкусняшку. Для этого нам понадобятся помидорки. И вот сразу же лаваш покажу. То есть я хочу завернуть в лаваш помидорки, салат, кстати, вот риса салата тоже параллельно. И куриные грудки. Ну и, может быть, еще майонез. Посмотрю по обстоятельствам. Так, что мы сказали? Лимончик, еще лимончик я купила для того, чтобы его пить с кофе и приготовить рыбку. Терпок в мультиварке. Так что будет отдельное блюдо такое. Вообще, рыбка с лимончиком очень вкусно получается. Далее, здесь же также для моих всяких там приготовлений. Ванилин, корица с сахаром. И все, по-моему, что-то еще хотела бы сделать. Но я там остановилась. Так, яйца, но это без них никуда. Масло сливочное мы берем много, потому что мы кашки варим. И стараемся сейчас сами стряпать и готовить все на своем, на собственном. Поэтому много уходит. Вот эта куриная грудка. Беру теперь уже замороженную. Все-таки, не знаю, не довозим так лучше, надежнее. Как-то по цене подешевле получается. Хотя, конечно, перепады идут за лед. Далее. Молочко, кефир. Без них никак. И сразу же за молочную тему затронули. Такой вот биобаланс. Он мне, кстати, лучше всех помогает, если я вот хочу не сильно много жирного кушать. И чтобы потом кишечник лучше работал. Йогурт, карамат, клубники тоже молочные. Далее. Багет. Вкусненький он даже еще. Он уже, конечно, ступший не такой вкусный, но он очень мягкий и вкусный. Это мы заезжали. У нас пробный заход в магазин Райт. Но закупались мы целиком в магазине Магнит. Далее. Вареная сгущенка пойдет для тортика. Хочу сделать сама Наполеон. А прощенная версия. Там нужна сгущенка. Далее. Горошка, кукуруза, семейные секреты. Это чисто магнитошка, я сказал, тендер. Масло. Вкусное очень. По-моему, не раз уже говорила о хлебце. Так. Сухарики тоже, скорее всего, для салата. Оставим они, чтобы просто были. Чтоб мало ли захочет салатик. И вот они уже есть. Не надо в магазин бежать. Далее. Два сока. Добрый, бодрый микс. И ананас в мякоти очень понравились. Давно почему-то не покупали соки. Не то, что почему-то. Мы просто стараемся не покупать эту химию. Но тут вот прям очень захотелось. Про молоко еще не сказала. Такое взяли. Оно очень долго может стоять в холодильнике. Поэтому берем нектан. Так. Далее. Детская. Это мы для Аленушки взяли. С четырех месяцев. Тут кабачок, кабачок. Это максимки. Это максимки. Майонез. Так. Из еды еще получается. Такой вот напиток попробовали. Вернее, взяли попробовать. Еще не пробовали. Манго. Тут даже какие-то витамины прописаны. Попробуем. Потом овсяные хлопья. Это мне понравились. Бабушка Максимки варит из других хлопьев. То есть это вот мелкий размер 3. Есть еще совсем крупный, который долго варит. Это быстро варится. Мне они понравились. Я их буквально на ночь заливаю кефиром. С утра добавляю корицы. Без сахара, без всего. Перемешиваю. Получается такая ленивая овсянка. Именно эти хлопья мне больше всего понравились. То есть я их не варю. Типа их прохватить я сказала. Надеюсь, в этот раз получится сохранить вот эту вот чашу. Ну вот эту вот самую штучку. У нас в прошлый раз почти получилось, если бы я не уронила. Там вот я все это срезала. Стала поливать. Держала в таком стаканчике. Типа как в тепличке. В таком крышечке. И он даже раскидал. А потом я все уронила. И все сломалось нафиг. Правда, обидно. Далее. Это уже наша классика просто. Те шоколадки. Из них у нас не обходится поход в магнит. Это горькие и темные с орехом. Орешки тоже взяли. Из еды, пожалуй, все. Теперь из несъедобного салфетки в сумочку. Салфетки на стол. Крем. Крем, кстати, очень стало сложно найти. Обычно наш российский детский крем с лисичкой. Он был последний, самый нормальный. Без всяких добавок. А теперь какой-то тут хэппи-молдс, я не знаю. Тут уже состав не такой натуральный, как было раньше. Куда подевали все наши хорошие детские крема? Непонятно. Далее подгузник он шел просто по акции. Пачка подгузников. Салфетки. Получается, даже такие вот выгоднее по цене, которые они продавались, брать, чем в магазине FixPrice. Там за 50 штук идет. Сейчас уже 43. Здесь 63, по-моему, чуть больше 50 рублей было. Ну, это чисто для тех, кто кормит круче взяли. Ну, вот такие вот были покупочки. Вроде бы ничего не забыли. За все... А, забыли еще. Как обычно, мы взяли 5 литров воды. Ну, это стандартная наша. Ильинская. Мы ее пьем просто... Ну, плюс за прям, не знаю как. Все, это наше удовольствие обошлось примерно в 2100 рублей. Ну, там, может, плюс-минус несколько рублей. Да, насколько хватит, не знаю. Ну, конечно, без некоторых продуктов можно обойтись, перестроить свое меню. Но пока все это получается очень медленно. Все. Все вроде рассказала. Всем огромное спасибо за внимание. Еще увидимся. Всем приятного аппетита, кто кушает. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok